И Павел Толк-Григорьев уже на живой раунд. Шведы отжали своих датских соперников, а это значит, что начинать будет за комфортную сторону для себя, ну и, соответственно, за защиту. Здесь на своем пике, опять же, карту, которую они каждый Best of 3 в этом составе пытались забирать себе, значит, ну, соответственно, должны быть в ней уверены. И я надеюсь, что мы сегодня увидим хотя бы все три карты, вот кто победит, узнаем уже позже. Да, все-таки первая пистолетка будет сейчас уже на наших экранах, собственно, арморы, 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 4 штуки, да, киты смог у Шнейдера. И Шнейдер будет у нас на точке Б, что интересно, кстати. А, нет, на точке, он на Дельпа не стоит. Посмотрим, здесь пока вот готовят свои гранаты, соответственно, огромное количество гранат Трикт, уже пошли, собственно, раскиды. И теперь нужно, ну, главное, перестрелять соперника. Так, мы сейчас могут задавить серьезно, здесь все про ДБ, про ДБ, здесь фраг хотя бы. Да, ну, этого может быть недостаточно, все-таки в защите при выходе соперника нужно делать больше. А, здесь пошли прожимать КТ, это по дефолту, у нас здесь Твист, уже готов их принимать. Еще и ответочка должна залетать в Шнейдера, Шнейдер продолжает сжать. Шнейдер, ну, не забрал никого, но Твист включается, нужно делать ретейк быстрее, хотя остался один консол. Да, там и киты есть, в принципе, со смаком, так что тут консоль, конечно, только лишь трипл килл его спасет. В этой ситуации уже бомба дефузится, что самое интересное, просто на морозе. Как прикрывать тиммейт Аюн, успевай сделать два фрага. КАЦОЛЬ! Боже, чтобы он бы сейчас еще и трипл сделал. Ну, он, видимо, рассчитывал, что там не с китами, не знаю, может быть, думал, что успеет, неправильно посчитал. Как он уверенно, конечно, вышел первый, хэдшот второй, хэдшот и третьим тоже попал. Семни текстур, он бы всех троих забрал по этапу. И, кстати говоря, по 90 у Денниса. И где у него будет реализовывать Деннис? Минус ящик. Пошел давить мидл, но здесь он никого не найдет, там вообще ФК-бомба стояла. Ты посмотри на этот байетрикт. Ну, в принципе, схожие бай мы видели у Гудсентов. Они же тоже играли в три пистолета и два клаша. Да, но не на первом же форсе. Посмотрим. Да, все в порядке. А, их было шестеро. Да, 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 да. Ладно, окей, посмотрим. Ну, тут Деннис халявные три сотки получил, что немаловажно. Посмотрим, к чему это все приводит. Потому что Инсты собираются открываться из Пелоса, а там лишь один Шнайдер постарается принять весь этот выход. Шнайдеру нужно уходить, как только пойдет первый контакт, потому что здесь его быстро похоронят. Он понимает, что здесь форс бай, что там уже деглы, что там уже гранаты. Нужно закрываться, нужно ждать тиммейтов и нужно играть на ретейк. Там спина жмется Деннисом. Много центов в любом случае рассчитывали играть на тротуар. Тридейк, а здесь Фредиби! Даблкил просто-напросто коннектор! Трипл уже от Фредиби! Шоткий какой, а? Его тиммейты погибают один за другим, а в итоге Фредиби пытается все-таки за всю команду здесь отстреляться. Ну, они по-прежнему в большинстве. Хоть там на руках и два АК-47, они также имеют неплохие девайсы. Денис с битоком со спины, боже ж ты мой. Да, ну и есть инфа, что здесь последний-то находился на Пелосе, но слышал ли Денис, как инста побежал? Пошел Смок и минус, собственно, инста. Хотя, кстати говоря... Прямо шел, слушай, а? Хорош. Ну, Фредиби квадрокилл в этом раунде фактически в соло его и выиграл. Вот если бы не те два килла начальник, я уже не говорю о третьем, дальше раунд можно было бы не доигрывать Гатсентом, просто убегать на сейф, потому что вот это было крайне важно. Во-первых, бомбу выбил. Во-вторых, не дал ее подобрать. Это было, ну, максимально важно. Вроде бы и Фамас, а вроде бы и три фрага сделал. Причем два из них не хэтшотом, что интересно. Да, там еще и некоторые ребятки без армора же были из-за того, что дропали своим тиммейтом калаши. Ну и, кстати, калаши-то теперь на руках у Гатсентов. Противовес лишь пистолеты. И придется играть экономически команде Трик. Ну, благо, бомбу поставили. Да, в двух раундах причем, так что здесь все-таки отличный бой будет уже непосредственно в четвертом раунде. Но на контроль центра нужно выдвигаться Гатсентом, иначе там противники сейчас... А, ну противники, кстати говоря, байтят. Они вроде как с деглами находятся здесь, но ХАЕшка сейчас неплохая залетит за ящик. И, ну да, расстрел просто-напросто у стены здесь. Так, консоль. Единственный на точке А остался из своей команды. Постарается, может быть, какой-нибудь фраг найди. Но, ну, тут, кстати, Шнайд разобрал. Нужно быстрее Доплану подбирать девайс. Доплан не успеет. Ну, да ладно. Один Кольт потеряли. Может, с САМП-9 продолжит играть Доплан? Что-то самое интересное. Вполне возможно. Слушай, у него денег не так много. Где-нибудь под Бэй или там возле ямы. Ну, в общем, мы много позиций видели. Например, тот же Фер очень долго играл. Вообще Пэлла сдержал с МП-9. Даже на байраундах. Чтобы мы смотрим, к чему это все приведет. Так, ну, здесь шведская бригада под точку Б выдвинулась в район. Что угадывает? Ну, вроде как, да. И вроде как сейчас будет запускать Дискодоплана. Сейчас по левую часть. Как же Шон уверен. Да, там сейчас все просто-напросто сидят. А, там дым. Там дым. И Дискодоплана зачистил. Но при этом нужно уходить. Теперь информации нет никакой у... Защиты. Да, они действительно сейчас просто ворвутся сюда. Игроки атаки. И могут его задавить очень быстро. А там дальше, ну, наверное, только на перетяжку быструю нужно рассчитывать. Кстати говоря, это может сыграть не на руку датчанам. Потому что перетяжка-то будет моментально. И поехал фармить. И ни на одного фрага не смог сделать. Но должна залетать сюда какая-нибудь гранатка. Молотов должен не давать им выйти. Горит, горит. Но его тушат. Пошли выходить. Деннис должен делать пару фрагов. Но он также не справляется. И все. И в итоге точка был скрыт. Это ау-хо-ешка по-рефрэшу. Кстати говоря, консоль красный. Рюксы также биты. И остаются-то они втроем с двумя битыми игроками. Трики даю. Но нет информации, что игроки биты у ребят из Швеции. Да, не знаю. Там дискодоп он так сочно стрелял. Похот что-то попало уж точно. Я думаю, должен сказать, что один игрок без головы. Но одного-то взорвали они. Понимаешь, вот чем дело. Пошли дальше давить. Флешка отличная. Но тут красного за Форестом. Нужно прочитать. И не залетает по нему. Мауров просто не могут забрать красного игрока. Забирают, но уже поздно. Потому что инста включается. И триплкил от Рюкса фактически зарешал исход раунда. ФТ-3-1. Кстати, Шнайдер без денег. Твист без денег. Что стоит отметить. И это печальная ситуация для Гоцент. Лаг. Давайте будем ждать включения все-таки ребят из Дании. Ну, здесь в первую очередь на индивидуальностях вытащили датчане. Да, ну и пока есть небольшой перерыв. Дорогие друзья, напоминаем про наш... Опять-таки Make My Bad Challenge, который в течение этого месяца проходит в течение вообще срока в месяц. Немножко там другие таты сдвинутые. Собственно, каждый комментатор имеет 100 евро на сайте Make My Bad Стартовый Банк. И по итогу месяца каждый из нас будет определяться либо самым богатым комментатором студии, либо уже нищим, если, конечно же, весь этот банк проиграет. Но делаем ставки каждый день. Минимум одна. Собственно, по команде знаковская ценная ставка получите ссылку в чат. И по ней, если пройдете, вы видите каждый пост от каждого комментатора, кто на что каждый день ставит. Да, действительно, здесь главная задача выяснить, кто же лучше всех все-таки анализирует матчи, кто же лучше всех предсказывает исход событий. Потому что на самом деле, давайте будем реалистами, иногда исход непредсказуем. И поймать вот эту грань довольно сложно. Ну, будем смотреть, кто же все-таки окажется самым прозорливым. Да, и, кстати говоря, тут уже то, что интересно происходит, вообще у нас, допустим, на ВЦА, то, что у нас и Ашеры вылетели вчера, но там такие тоже вопросов очень много достаточно к их игре было, безусловно. Ну, такой результат никто, во-первых, не предсказывал, а, во-вторых, ну, там, в принципе, те, кто видели тебя, сами все понимают прекрасно, что происходило. Да. Ну, если кому-то интересно, можете пересмотреть эти игры на нашем YouTube-канале. Кстати говоря, на этот канал тоже не забывайте подписываться. Прямо сейчас нажимайте на сердечко, вам же несложно. Ну, и вы будете получать уведомления о начале всех наших трансляций. Весь WCA будет проходить именно здесь. Так что, дорогие друзья, если вы подпишетесь, вы ничего никогда не пропустите. А у нас для вас есть небольшой инсайт. Сегодня, на втором матче сегодняшнего дня, будут играть с заменами EVTR. Да, действительно, там будет у нас играть раз вместе с Хампусом, вместо Пронокса и Бролуна. Да, и это может очень сильно повлиять на игру. Так что, дорогие друзья, кто анализирует матчи и у кого не было информации о том, что это происходит, вот имейте в виду. Потому что по статистике команда EVTR без Пронокса выигрывает больше, чем с ним. Как бы странно не показалось. Ну, во-первых, без Пронокса, во-вторых, играет Хампус. Да, Хампус мы видели, что уже вытворяет, конечно. Последнее время, правда, в роли Стендина за BX3 против Простон, но все равно там такая... Не суть, не суть. Здесь индивидуальность. Понимаешь, тут как бы EVTR, они как микс в основном выступают. То есть у них постоянно меняются игроки. Вот эта ротация бесконечная. И здесь это может сыграть им на руку. И в первую очередь играют от индивидуальности, опять же. Да, ну все, вроде бы консоль вернулся. И там, сказали, две секунды. Прошло уже пару минут. Но, по большому счету, мне интересно, что в Готсендов будет сейчас за бай. Потому что там вот Твист, например, с Дезертыглом, с Армором первым, Шнейдер вроде как, ну с Юмпом, но опять же бай на 3400. А давайте посмотрим, что там на респауне может лежит, что-то у них под ногами. О, там 175 пинк вообще был. 200. Что там происходит вообще? Ничего не лежит. Да, вот, ну, в принципе, нормально. Казахи играют, не жалуются. Но говорят, шведы не казахи. Ну да, казахи-то закаленные бойцы. Ну да, придется сейчас роутер перезагружать консоль, чтобы все-таки это все дело пофиксить. К сожалению, по-другому-то никак. Ничего страшного. Ничего страшного. Подождем. На самом деле, можно пока что обсудить, что происходило у нас в группе А. То есть до этого у нас она уже была сыграна. Ну и, соответственно, там с первого места во многом предсказуемо для многих, точнее предсказуемо, но для большинства все-таки нет. Вышла команда Пента. То есть, ну, Hellraiser с Пентом или... Команда, просто команда вышла с первого места, который месяц вообще нигде не играл. Вот что стоит отметить. То есть, может быть, кто-то и ожидал подобных результатов этим составом, но при этом никто не видел, как они играют. И чтобы предсказывать то, что они показали, никто не мог, мне кажется. Ну, нет. То, что они выйдут, я думаю, сомнений было мало у кого. То есть, было Hellraiser и Пента. Все думали, что это изи-группа для них, потому что там два шведских стака, они явно должны быть... Они, во-первых, и по рейтингу ниже, во-вторых, ну и в целом у них достижений меньше. Но увидели мы именно такой результат. Пента без шансов обыграла Hellraiser в финале в верхней сетке. Hellraiser упали в нижнюю, а там они не справились со шведами. И в итоге ребята из X-Passions у нас будут играть, собственно, в основной части. Да, но там конкуренция серьезная. Там уже ждут NVA своих соперников. Так что, получается, у нас по две команды с каждой группы будет выходить. Соответственно, там самая жесткая заруба будет именно там. Потому что здесь, в свою очередь, только лишь цветочки. Правда, самые-самые, наверное, еще для кого-то легчайшие игры были на открытых квалификациях. А кто-то там спотом прошел команду AGO, кстати, можем отметить. Потому что они прошли через открытые, через закрытые прошли. Прошли в мейн-квалификации. И сейчас будет интересно посмотреть, как они будут себя показывать. Но в целом, вот, я чувствую, ребята претендуют на плей-офф, безусловно. Я хочу видеть их против топовых коллективов. Потому что они очень уверенно себя, в первую очередь, показывают против команд ТИР-3, ТИР-4 уровня. А вот что они будут делать против ТИР-1, ТИР-2 команд, будет интересно глянуть. Потому что, ну, стак сильный. Игра сильная, командные взаимодействия сильные. Но насколько они прочны по отношению к тому, что у нас имеется на, ну, прям, самой сильной просто сцене. Будем узнавать позже. Да, ну всё, благо всё пофиксили, благо консоль вернулся. И будем смотреть уже непосредственно игру. Ну, можно назвать, что это форс-бай некоторые от команды Гоцент. Закупились на все деньги, безусловно. Но здесь твист за Зартыглом в аркаде. Центаксы где вдвоём летят. Сейчас хаешка неплохая такая залетела на минус 30, фактически, по луке. Да, дальше можно с какой-то-то ваншотнуть его. А там трое вообще на контроле этой аркады. Тут по-хорошему-то. И ребята из Гоцент могут закрыть, хотел сказать, Фнатик. Ну, слушай, они просто не лезут и вот эти вот кью от про игроков, но... Здесь диско доплант просто двоих хоронит. Беплант. Беплант сейчас будет гореть. Тут на Денниса вся надежда этого плента его всё-таки забирает, но он дал фраг. Это ключевой момент, конечно же, здесь. Там кто-то вылетел. А, твист вылетел, но благо он перезадел, потому что он был мёртвый. И ничего страшного. Здесь при этом ретейк будет через... Ага, вот там на Кэтполк пошёл под сад сейчас. Но Фрадиби может отдаться. Здесь он может не ожидать. Просто Рюкс или, по крайней мере, его не увидеть. С диско доплантом вдвоём должны будут открываться. А где тиммейт? Тиммейт вообще... Они просто все втроём отсюда идут. Они могут сейчас все наступить на один спрей. Включается уже консоль. Один в два остаётся после отличного минуса. Но дальше ещё нужно выходить. И какой смог... Он ему на руку сейчас может сыграть. Он просто через него пройдёт. Он просто в нём стоит и ждёт диффуза бомбы. Так, пошёл диффуз. Уже задели консоль. Консоль выходит. Заберёт сейчас просто-напросто первый игрок, а второй Фрадиби там диффузит бомбы. И да ладно, всё-таки забирает здесь консоль своего противника. Просто на морозе был диффуз бомбы. Ну, у него времени было очень мало. Он решил рискнуть. Здесь это не оправдалось. Ну, теперь уже можно думать, что отчасти здесь и смог помешал, потому что им воспользовался консоль. Да, на самом деле могли вдвоём его задавить. Да, с разных сторон просто зайти. Да, отзонить ему один из путей к отступлению. Просто его задавить. Но в итоге получилось, как получилось. И мы имеем два по 250 и один дигу на руках у шведов. Счёт близится к паритету. Да, занятие андерграунд от Инстана. Там, кстати, опа, Денниса. Деннис уже слышал этот звук и выходит на охоту. Забирает всё-таки Инстана. Хотя тот был с UMP. И, ну, Деннис, конечно, уже назад пути не был, так что пришлось сражаться ещё и с рефрешем. Да, но неплохо разменялся. Тем не менее, если учитывать разницу по девайсам и, в принципе, по финансовой составляющей. Как минимум, свой пистолет он окупил. Это да. Ну, ещё и минус. Ну, минус UMP тоже такая себе новость. Минус армор и гранаты. Вот что важно. Так, ну и пока что, кстати, Гатсент из ТАГБ, а тут выход на А планируется от Датчан. Ну, с одной стороны, для Гатсента это плохие новости. С другой стороны, они не умерли. И они могут выбить, например, пару калашей, их засейвить, если вдруг ошибутся Датчане в постпланете ситуации. Будем смотреть за развитием событий, потому что сейчас, ну, им вообще никаких проблем не составит выйти и поставить бомбу на А. Ну, и по 600 долларов нету сопернику Цента, если, правда, сейчас не пойдут на ретейк с такими пистолетами. Ну, пока постепенно выдвигаются на какие-то ближние позиции. Будут ли они пытаться их реализовать? Потому что, естественно, должно быть понимать, например, того же Шнайтера, что в упоре стоит игрок, и нужно быть осторожным. Рефреш. Сэндвичи. Ну, что тут? Пистолеты голые, это пойдут сейчас просто на прицел к сопернику. Ого, там из сэндвича подпрыгивал. Так что он, скорее, фреш, просто забрать, никого не забрал. Но, думаю, что, мне кажется, там даун какой-то. Так, забирает Шнайдера. Всего 600 долларов для него. Ну, и здесь Фредди Би абсолютно без шансов. Ну, не знаю, если только в Смоу какая-то халявка не залетит, на это тоже рассчитывать. Оп. Оп, 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 оп. Ай, чуть-чуть не хотел еще, чтобы консоль добить. Рефреш жадный. Побежал, решил все-таки 600 долларов подфармить. В итоге потерял и армор, и юмп. Но, с другой стороны, сейчас потребовалось ему в любом случае бы АК-47. В ответ у нас 5 кольтов, раскид, нет китов, что интересно. Ну, и играют, конечно же, без снайперской винтовки. Гигацент. Ну, опять нужно не подпускать противника к планету, по крайней мере, не дать ему установить бомбу. Потому что в случае ретейка будет сложно играть. Гранаты сейчас могут на раннем тайминге... А там Андер вдвоем, судя по всему, жмут, ребята. А там нет никого. Кстати говоря, если прожмут сейчас, если они туда прожмут, если они туда пройдут, они соберут информацию о том, что никого нет. Но может сложиться так ситуация, что трикиды в этот момент выйдут просто по да. Может сложиться ситуация, что они пойдут проходить мидл, а в Андере будут два игрока контртеррористов. И они откроются просто очень удачно. Посмотрим, к чему это все придет. Потому что, по крайней мере, сейчас Шнайдер в соло на А. И может встретить, ну, очень большие трудности. Да, они прожали. Посмотри, два игрока прожали все-таки здесь андеграунд. И оставили одного лишь твиста на контроле всей этой позиции. Ему нельзя открываться на телевизоре. Он должен это прекрасно понимать. Ему нужно ждать инфы. Как он действует сейчас? Очень жестко. Там спина у него. У него сейчас выйдет консол в спину. Законтролил почти. Консоль имеет выход через шорт под Б. А вот этого Коцента явно здесь не ожидали. И это все сейчас будет закрывать Инста еще. Инста будет не выпускать на ретейк соперника. Тут... Ой-ой-ой! Инста должен перестерлять Шнайдера. Шнайдера должен забирать. Его просто здесь не отпускают. Собрали его. Забрали. Теперь уже 4-3. Большинство Коцента. Правда, бомба поставлена. А китов-то нету, потому что мы отмечали в начале раунда. Так что придется поторопиться. Да, и один смок, одна флешка у них на все про все. Здесь еще и может очень удачно открыться Люки. Но рефреш. Находит свой фраг Люки за Форестом. А там еще на шарте есть игрок. Вот это проблема серьезная сейчас. Потому что теперь уже Фредди Би последний. По нему есть информация тоже. Если заберет Форест, а там время уже. Все, времени у него нет. Действительно, дифуз-бомбу. Забрать максимум пару соперников нет. И этого не смог он сделать. И Коцента проигрывать очередной бай-раунд. Это значит, что при счете 3-4 они вынуждены вновь экономить. Да, как-то Гоценты, конечно, здесь немножко меня даже расстроили сейчас. Потому что, ну, как-то, не знаю, два девайсных. Ну, согласись, было хитро. Они играли против двух позиций. Против МИДа и против Б. Но при этом пропустили по шарту. Единственная дырка, которая была в обороне, к слову. Ну, и, возможно, на самом деле, трик просто прочитали весь этот раунд. И отыграли вот прямо на 100% против него. Хотя здесь, скорее всего, просто следовала ошибка от шведов. Посмотрим. На экономическом раунде они по-прежнему опасны. Потому что могут реализовать те же пустынные орлы, как и ЦЗшки, на 5 с плюсом. Так, Деннис там ждет подвал с Дезерт Иглом. Ему параллельно Фредди Би страхует выход с верхнего медла. Но здесь тоже стоит трик на контроле аркада. Именно спустя минуту времени начинает уже выдвигаться постепенно. Так, Денниса забрать. Ой, вот это халява. Приветики. Дальше по Фредди Би. Также неплохо настрелял здесь Синста, но отпустил, тем не менее. Да, но Фредди Би остался красным. Правда, все еще с Дезерт Иглом. И опасность он сохраняет. Так, ну и Твист стоит перед Смоком. Может быть, кого-то заберет, кто из Смока из этого все-таки на него выйдет. Но нет, скорее всего нет, потому что здесь выдвигается на точку Б, где диско Доплан солирует. Ну и, конечно же, здесь, кстати, один фраг он сделал. Я уж думал, здесь ему просто без шансов. Да, все-таки его окружали, тем не менее он нашел одну спину, но бомба поставлена. И в спине Шнейдер, ну его контролит уже. Шнейдер может закрыто поиграть, постараться выбить все-таки калашик. Ну, кстати, половину здоровья я снял сопернику. Здесь рефреш откидывает. Опа! Ну, подожди, стоп, а здесь теперь уже в большинстве Гатцента они начинают этот ритейк с пистолетами. Что Юс под Твист, а уже три кила находит, должен двигаться Шнейдер, Шнейдер. Здесь кончается патрон, два патрона остаются у Люки. Один! Там красный Фредди Би, красный Фредди Би. Ай-яй-яй-яй-яй, да ладно, Молотов! Здесь все-таки надо задавить, надо задавить соперника, времени не хватает, ну все уже. Люки, квадрокилл. Нужно отметить действия от Виста. Я не знаю, с какой позиции, каким образом, но он сделал три кила с Юспа. Насколько не выходил, и по дороге всех собирал. Люки, два патрона у него было, два, и он успел за них забрать практически фулового Шнейдера. Да, у нас Шнейдера здесь все-таки надеялись больше всего, скорее всего, Гатцента в данной ситуации. То, что игрок фуловый сможет задавить как-то противника, но не получилось. Да, не вышло, но, с другой стороны, это был экономический раунд, Гатцент чуть его не взяли. И дальше теперь уже с АВП даже у Твиста могут отыграть вот этот спрей от Денниса. А дальше здесь никого нет, некому было разменять, но Денниса уже слишком. Просто полез на третьего, это, по-моему, вообще перебор. Но, тем не менее, его команда по-прежнему в большинстве, еще и Рикс просел очень сильно по ХП. 42 у него осталось, а, с другой стороны, еще и времени много у датчан на розыгрыш. Но при этом по Тачка у них никого нету совершенно, Сендер дозаняли, но там с пол ХП работы Трюкса и два апартамента. Ну, могут 2-2 остаться ребята из Гатцент, при этом играть, опять же, закрыто, хлопуют друг к другу только в крайних случаях, когда уже пойдет информация о том, что начинаются какие-то шевеления. Твист находится на шарте и вот в случае чего даст инфу тиммейтам о том, что здесь под Б шевеление. Кстати, он должен закрывать еще и консолы, которые должны проходить через мидл. Ну, позиция Дискодоплана вполне себе хорошая, сейчас против выхода под Б-плант он играет. Тем не менее, флешка может его отсюда просто-напросто испугнуть. Ну, в принципе, он сам уходит. Времени мало. Здесь нужно... Вот, ого, они просто собираются здесь проходить на морозе. Ну вот, флешка пошла. Дискодоплан отвернулся дальше. Ну вот, времени остается очень мало у Трикта. Они могут здесь его не успеть начекать, а дальше не справиться. Просто одного забирает, а вот где на шарте же был игрок? Нет, он в ладере был все это время, кстати говоря, там и сидит. Ну да ладно, на ретейка не успеют. Сейчас выйти еще, Фредди видит против консолы. Консол справляется с ним, 45 хп у него остается. Дальше он может вообще сейчас задавить просто Шнейдера. Твист ВП, ой, минус 2 из кухни. Твист ВП последний и тут сейф. Тут сейф, тут 1-2, уже противник не подставится. Да, и на такой дистанции, конечно, он силен, но с другой стороны закрыто стоят датчане. Шестой раунд для них, двукратное преимущество за датчанами. А вот шведы абсолютно точно так же, как и на карте Дека Блустоун, начинают за здравие, а вот дальше не совсем все комфортно. Ну и опять же ошибки именно в сцеплине, да? То есть пошел поджимать, дальше пошел побежал. Обычно такое, знаешь, наблюдается у СНГ игроков, наверное, по нашему региону, наверное, тир-2 команд, тир-2, тир-3 команд, которые, знаешь, делают фраг, еще и еще хотят, еще хотят добить дальше. Уже пойдут в агрессию жесткую. А профессиональные тир-1 команды что они делают? Они делают фраг и понимают, что они преимущества, просто сразу же уходят назад. Причем еще и под прикрытие тиммейт, скорее всего. Ну, теперь, опять же, с АВП за севлинг, от Сента закупаются. Есть два кольта, есть ФАМАС и ЦЗ-шка у Шнайдера, который находится на Пелосе, где ему могут дать сыграть, потому что датчане собираются выходить на точку, а здесь Твист может найти энтрефраг для своей команды. Датчане, кстати говоря, продолжают играть без снайперской винтовки в каждом раунде. Комфортнее им так, но если у тебя идет игра таким сетапом, то, конечно же, что-то менять было бы абсолютно бессмысленно. Какая флешка будет линия, здесь Твист разбирается, ЦЗ-шка также врывается, размены есть. Но при этом, да, все-таки, размены, правда, еще и Твиста забрали, да там... Что вообще произошло сейчас? Похоронили просто все звено на точке АТ, и начинали открываться, причем стояли в фулл-позициях. Да, пару килов они нашли за счет того, что они играют за защиту, но вот при этом дальше размены абсолютно не в пользу датчан, не в пользу шведов. Ну и пытаются здесь диско-доплом выйти на ретейк, а там такие позиции у датчан, что, ну, просто практически невозможно. Дым, если бы был, только вот, может быть, что-то можно было бы сделать. А если бы он начал дефузить сейчас? От последнего, конечно. Ой-ой-ой, просто ему сейчас не дадут этот раунд взять. Здесь сначала инста. Ну, хорошо, инста погиб, а вот дальше здесь... Он не ждет рефреша из коннектора, он вообще сюда не смотрел ни разу. Все, легчайший раунд для датчан вновь. Ну, как легчайший, они, конечно же, вышел-то только один игрок, но вот при этом начинался он очень плохо, а дальше без проблем ответили. Три игрока датского коллектива уничтожили всю пятерку шведов. Ой, пистолеты в итоге опять на руках Опять счет 8-3 Что с Год Сентрой творится? Я мог бы сместить, конечно, на карту на Коблстоне Но на карте Мираж я такой игры в Дефенсе не ожидал видеть Да, очень неуверенно При этом всегда без позиции оказываются при защите Либо же, опять же, агрессируют за эту защиту излишне И вот здесь их начинают уже просто за это наказывать Не попадает Дискодоплан Опять он находился без позиции Просто шел вперед Деннис отвечает Но и Деннис тоже вышел просто уже из кухни Так, молота в кухню Но там два мидл параллельно будут заходить в команду Год Сент И пытаться выходить на подобный ретейк Да, сэвить здесь, наверное, уже все-таки нечего Фреди Би Ну, здесь Шнайдер батит на себе немного внимания Может быть, здесь кто-то ошибется Фреди Би кого-то убьет в дегла Но, опять же, его позиция в кухне слишком дефолтная Здесь, тем более, он уже палился Ну, хотя бы один фраг бы найти Фреди Би ждет Но там на форсе есть игрок Понятное дело, что открываться не будет Фреди Би, Фреди Би, дабл уже оформил Но, да, позиция, видимо, у окна не читалась Да, и опять же, киллы свои делают, делают Но всегда один-два игрока у Трикт выживают Тем самым раунд берется И уже они выиграли первую половину Играя за слабую сторону На карте Демираж на пике Год Сент Год Сент при счете 3-8, конечно, имеют бай Причем в две снайперские винтовки Но при этом проигрывать им его абсолютно не рекомендуют Причем на карте Демираж на Мираже, который Год Сент выигрывали у команды Норс Да, триггет там тоже, кстати говоря, у них выиграли Только триггеты выиграли на овертаймах А Год Сент, в очередь, выиграли там сейчас 16-9, по-моему Ну, вот да, что интересно Причем играли-то они против Норс вот-вот, недавно Так, флешка явно, а тут уже Шнейдер в бланде А тут тиммейт нужны, потому что Шнейдер задают с двух сторон Да, здесь он не жалеет 100%, Твист приходит на помощь Дальше здесь Шнейдер, 65 хп живет А Молотов под него не закинули И он просто под флешку перетягивается на другую позицию Ну, здесь-то точно его же зашивают И три в три Он не понимал, где находится, скорее, соперник Дабл, еще один Вот это флиг от Денниса Еще и параллельный Твист делает минус Что сейчас просто происходит, что-то Просто Твист квадрокилл оформил, просто оформил квадрокилл Твист В последнем месте где-то дабл одной пули оформил Такое ощущение сложилось Либо они с Деннисом просто одновременный килл какой-то оформили Не знаю, интересно просто, что тот факт, что Готсент этот раунд выиграли только за счет одного игрока Такой не прокатит далее И консол играет двумя дульками Там деньги закончились у Трикета, или что произошло вообще с экономикой? Они же бомбы ставили, выживали максимально Ну, у них выживал один-два игрока, очень много раундов Видимо, это все привело и нас именно к такому результату С другой стороны, сейчас они имеют не иллюзорные шансы на взятие раунда Потому что в сайте находится лишь один Шнейдер Шнейдер, причем в очень предсказуемой позиции Шнейдер пока что не палится, это может сыграть ему на руку Но здесь рефреш уж точно должен будет выходить на него Там такой дэмэш серьезно зашел по команде Трикет Но Шнейдер все еще сидит, там параллельно Фредди Би Сиди! Фредди Би воюет Фредди Би за всю команду здесь воюет Твист еще один килл оформляет, причем в упоре Дальше Шнейдер движется и получает все-таки От рефреша, который находился под Пелосом А дальше он делает еще один фраг И он один в три, такую раунду он может потащить Если учитывать, что у него больше половины здоровья Да, еще и под флешки здесь заберет бомбу И минуту времени позволит ему вообще под бэплэнт уйти Но, возможно, хочется потянуть время И ждать какой-то агрессии от Куцент Которую они в свою очередь постоянно проявляют Да, вот здесь мог бы, например, Денниса подловить На краю смока, либо выдвинуться Уже на Дельпан, там подловить Того же Фредди Би, который красный Но там уже яма двигается Нет, не яма, слушай, в апартаменты идет Дискодоплан, и есть информация, что Рефреш поставил бомбу на точке А Но вот как он ее будет защищать против абсолютно Кардинально различных позиций от защиты Так, все, спалили Рефреш У него пол-ХП осталось Виде уже противника в коннекторе, выкрули вроде специальную позицию Да, и Деннис, в принципе, Сол справляется С ним главное, да, выкинет тиммейт и подберет второе Да, ну и опять же, две снайперские винтовки Засейвят шведы Но, если учитывать, сколько они девайсов теряют Каждый из этих раундов выживало Три игрока, опять же, для защиты Это не очень комфортно, ты не можешь закупить Полностью весь пол-гранат, который тебе нужен Иногда Но зато сейчас Трикида, в принципе, могут В принципе, как и зафорсить Нет, не сыграть только 14 раунд Все-таки нужно сыграть, ну, купить пистолет Там можно даже рефреш раскидать эти пистолеты Да что ж вот тут, да че он вот прям Вот на эти дульки Да еще, не, рефреш ЮМП будет играть А остальные с пистолетом В принципе, много центов в теории должны забирать шестой на бумаге В теории на бумаге Быстрый выход, а нет, не будет быстрый выход Бэтблент Залетает молотов Немного времени выигрывать здесь шведы Могут поагрессировать на апартах Смог, смог, смог Туда упадет, нет Ну, слушай, у них пока шикарная позиция Вдвоем играют отсюда Они точно должны закрывать этот выход Деннис выцеливает И тут тоже находить свой фраг Да, именно так и происходит Дальше уходить А тиммейт работает Тиммейт просто начинает отстреливать Но урон лишь наносит Выбивает бобу, что немаловажно И хоронится весь этот выход Моментально Трипл килл от Денниса Да, все, и в пятером выжили В принципе Там даже если бы погибало Один-два игрока Там дрофы были бы скорее всего Так что все Да, последний раунд Все-таки Да, последний раунд Деньги есть И, да, конечно Дискодоплан Отжал просто двоих здесь Хотя, ну, зацаппортил Он знатно уроном Ни разу не видел Снайперской винтовки За атаку у Трика Правильно помню? По-моему, да Интересно Ну, прям вот Очень интересно Ну, на самом деле Не факт, что она им пригодилась При тех раундах, в которые они играют Не всегда Она нужна Она здесь разменяет Уже в плюс для себя, ребята Причем Денниса забрали Твист не может выйти на размен Там контакты параллельно На него проходят в упоре Сейчас Твиста могут забрать А то Нет, подожди Там еще один димейт А если они вдвоем Если Люки выйдет сейчас смок Ему просто вафли А тут другой смок Боже, что ты мой Я не понимаю, что происходит в спине Противник имеется Сашнейдер Понимает все-таки Здесь Даннелкил уже от Луки Конечно, Дискодоплан сделал фраг Но он остался 1-2 Но при этом откидывает флешку Немного выигрывает Тем самым себе времени Берет АК-47 А там три патрона Залетает к нему еще моутов Начинает двигаться Дальше нужно открываться В первую очередь по игроку в сайте А там второй на Дельпане Здесь Дискодоплан Просто не теряя времени Начинает стрейфиться Пытаясь выцепить кого-то На одной, второй, третьей позиции Слишком много позиций Нужно чекать Может поторопиться Если поторопиться Конечно, тут КТ его закроют Безусловно Но позиции Перекрестного огня Организованы, конечно Команды Трикет И Дискодоплан не справляется 9-6 Но, знаешь, это получше Чем на карте Декоблстон Если честно Ну как получше Они на своем пике В защите взяли всего 6 раундов Это, то есть Вот Плохо В теории, да Ну и тем временем, дорогие друзья Хочу напомнить Что у нас полным ходом Идет Make My Bet Challenge В рамках которого Каждый из комментаторов И, в принципе, талантов Студии UTC Имел на своем счету На сайте Make My Bet 100 евро Которыми он совершал ставки На различные Киберспортивные события В течение 30 дней Он проходит Ну и по истечению Этих 30 дней Мы узнаем Кто же из нас Наилучший аналитик Капер и вот Все подобные Чтобы узнать больше Информации Просто введите команду В чат Ставка В остатный знак Ставка Ну и там вам высветится Ссылочка, по которой Уже в социальной сети Вконтакте Вы узнаете Больше из наших постов Да Ну и все-таки Хочется видеть, скорее всего То, что Гатсент Сейчас возьмут пистолетный рамк Хотя, кстати говоря Процент взятых Пистолеток на карте До Миража За последнее время У Гатсента Составляет 44, по-моему Процента Это не так много Да, это не так много Особенно если учитывать Что Гатсент Имеют Ну вот Ребят, которые Славятся своей стрельбой Да, тот же Твист Тот же Деннис Пистол Кинг В свое время Сейчас уже Наверное Такое звание Ему никто и не присвоит Ну да Ну в принципе Знаешь Тут можно и К Эдварду Придраться тоже То, что В принципе Не лучшие пистолетки Отыгрывают вообще Но тем не менее Ну когда-то было время Да Да С другой стороны Вот здесь Если обратиться На фраг стат Шнейдер Имеет всего Шесть фрагов За половину Опять же Если учитывать Тот факт Что он скорее В команде Выполняет Именно такую Тактическую роль Опытного парня То здесь Ну как и к Проноксу В этом плане Я думаю Претензий Должно быть минимум Да И все-таки Хотел бы увидеть Вторую половину Но почему-то Команда Не знает Что там происходит Может быть какое-то Совещание решили Организовать Перед началом ее Ну Гатсентам явно Есть что обсудить Потому что На Кублустоне Все было плохо Они не смогли Вернуться в игру Здесь они Также отстают Уже на три раунда Соответственно Будут переходить За слабую сторону Но мы всегда говорили Что если ты Пикаешь карту У тебя должна быть На ней готова атака И я уверен Что вот этот Агрессивный Контактный Наглый стиль Гатсент В атаке Он может им помочь Ну и в целом Гатсенты Начнем с того Что три пистолетки Выиграли Ну Просто как статистика За этот матч Против Трикет Там конечно Стрельба у Трикет Временами не клеилась С очередь Уверен Стреляют Гатсенты Но только лишь С пистолетами Конечно да В удобных позициях Гатсенты могут Там настрелять Но при этом Когда начинают теряться Как-то При выходе соперника Вот за КТ К сожалению Они не могли Отигрывать должным образом Я просто вспоминаю Штейдера Которым отсел За фаербоксом И там его флешками Закидывали Он не мог никуда деться А что у нас С фаербоксом Ну Там Там он Немножко Простыл А из футаут что-то Ну посмотрим Здесь Рюкс Получил Молотов Кстати говоря Молотов потратили Просто на то Чтобы выиграть Позиционочку Здесь Гатсенты Просто начинают Продвигаться На точку А И есть еще один игрок Который сейчас На шарте Посмотрим К чему это все Приведем Потому что бомба Устанавливается Просто под коннектор И уходят отсюда Но не все Игроки Гатсенты Так Рюкса уже есть Минус один Уже есть минус Но при этом Два джангла Там параллельно Посмотри Четыре Пять Пактически КТ Стоят Игроки Команды Это армия целая Но попытается выйти отсюда При этом окно держится По идее Сейчас Ой Там Стрелять в джангла Будет проблематично Забрал люкс Еще Как это вообще Произошло Его все-таки Похоронили Здесь Не менее Четыре В три Здесь Все Плэн Ту А там Бомба Дефун Все Раунд выигран Я не знаю Где-то я это видел Уже подобный раунд По-моему команда Огонь демонстрировала Когда вроде Знаешь Очень большая тенденция Выходить и давить джангл Но при этом Команда фэнса Играет максимум Выхода Ну максимум игроков Играет с КТ И при этом Они выходят так вот С дымом И диффуз Бомба Пока остальные сражаются Да просто Стали очень закрыто Гатсенты И Просто Ну пришли ребята Ладно Хорошо Будем бомбу диффузить Дальше Ну погибли Ну и погибли Ладно В раунд то мы выиграли И здесь уже Форсбайп в свою очередь Играет сет Эквивалентный тому Что мы видели в атаке От Трикт Но при этом Уже Деннис в сайте Уже Деннис отстреливает Собирается консола Но по стрельбе Абсолютно не идет Деннис Там еще коннектор Здравствуйте Благо противник был в бланде Ну Деннис на красный Денниса здесь должны забирать Шнайдер Делает один фраг Но тут же пошел Пушит диско Доплан без флешки Без ничего Шнайдера также Затушили Здесь нужно забирать люки Но ответочка Должна залетать Незамедлительно Здесь есть на Дельпане Игрок Конечно же фраг поступает Фредди Би в соло остается Без девайса Что стоит отметить Он с 5 С Дезерт Иглом был И в итоге проигрывает Этритей команда Гот Сент И одиннадцатый раунд За командой Трикет Диско Доплан Просто шел вперед Такое ощущение Как будто он залагал Он Вот Просто шел вперед И все И умер Не смотрел Ни налево Ни направо Ничего не чекая Конечно же Его за это наказали Гот Сент Продолжает форситься Такими форсами Команда G2 Да как и Энви В свое время Хоронила себя Раз за разом Ой Ну посмотрим Что из-за этого Выйдет у Гот Сент Потому что в принципе Раунды Ну Раундов очень много Рискуют отдать Да Сейчас могут выйти На двойное преимущество Соперника Это тоже Не очень комфортно Есть 3 армора 2 калаша И 3 дегла Посмотрим К чему это все приведет Потому что Есть у них раскид Но как они его реализуют Потому что В прошлом раунде Они решили Сэкономить флешки И идти пушить Просто КТ На сухую Здесь Ну здесь раскидали Миду конечно Нужно отдать должное А вот дальше А дальше нужно Куда-то выходить Безусловно Ну так вот Калаша сейчас пойдет Через коннектор Уже Минус 30 хп Да Твист сильно просел С другой стороны Хотя бы Продвинулся На эту позицию Хотя эта позиция Практически толку-то Я не принесла Никакого Что пошли Меняться девайсами Здесь Шнейдер Без армора Ему-то эта А-47 не пригодится Не знаю Смог коннектор Пройти с плитом Б Там Б Укрепление И сложно будет Если честно О-о-о, тайминг такой для НС сейчас Его, конечно, разменяли, но Фредди Би Красный, вот если бы хэдшот повесил, было бы неплохо На самом деле, Рюкс отсюда может еще и твист отстрелить Позиция шикарная для этого Нет, слушай, не справляется Деннис еще один фраг оформляет А теперь 4 в 2 Консоль реализует свой АК-47, но моментально получает по шапке Остается лишь один рефреш, и он с Юмпом Где-то по пути мог бы еще и Кольт найти Но тут Деннис стоит на контроле КТ Деннис любую секунду может отстрелить Сейчас рефреша Рефреш идет, и... Да, все-таки минус по рефрешу Хотя в начале я засомневался в стрельбе Денниса Вспоминая, как он отстреливал парапет с фаербокса При этом деньги хоть какие-то есть у Трикета И в целом здесь можно ее и зафорсить Хотя 1800 у инста и могут сыграть пистолет на ЭК Да, скорее всего, может быть, кто-то даже пару пистолетов дропнет А лучше подсейвит на АВЕК своему тиммейту Ну и здесь есть ЦЗАшка и П-250 И все, вот так вот, и стак на точке А Ну, довольно мудрое и грамотное решение от Трикета Мне это очень нравится И пошли пушить Пушить пошли одного Денниса А Деннис-то может не справиться И он просто в упорной позиции начинает отстреливаться Один, два фрага, три, четыре Но на большие, конечно, не хватило просто патронов Жестко, я думал, он там пять голов полетел Но, в принципе, четыре головы Но, в принципе, три хоть что-то дал А последнего каким-то прострелом забрал Да, ну, я думаю, на самом деле, его быстрее задавит Но там он выбирал грамотно позицию С другой стороны, Рюксо сейчас сможет подсейвить Кольт Причем его собственный Что интересно Так, он весь уже хотят выбить Ножки видит, ножки видит, но ножки видит и его В итоге восьмой процент забирает Но там, безусловно, Трикет дальше Бай будет И Бай, я уверен, на сцене Ну, там три семьсот у одного только лишь, да Пять восемьсот пятьдесят Можно дропнуть АВЕК Консол, да, закупает АВП Дропает вам Рюксо Ну и довольно комфортный бай в плане девайсов и арморов Есть у нас на руках у датчан Но вот при этом по гранатам не все так хорошо Зато три набора дефьюз китов Слышка полетела здесь Я даже не знаю, откуда она пошла Но, тем не менее, очень активная атака Команда Гоцен на центре Там вообще пропускает мидл Парапет должен прикрывать, по идее Но здесь очень массивная атака Должен фраг поступать Было Денниса, не смогли это сделать А тут еще под коврами из-за дефолта Противники имеются Ой, какой же перекрестный огонь Организован идеальной трикидами Да, раз за разом Быстрые раунды пытались предпринимать Причем очень агрессивные Гоценты Естественно, трикид в этом раунде Стали просто закрыто В этом плане они молодцы Потому что вовремя среагировали И здесь закрытые позиции Принесли им просто невероятные дивиденды Потому что на вас выходит соперник Вас не видит А вы при этом на страйфах отстреливаете И в любую секунду можете спрятаться Гоцен в этом плане, возможно, стоит Немножечко одуматься И играть немного более вариативно Да, там молотов Яну уже Ну, что ж Гоцентов фактически последний шанс отыграться Там, конечно, еще один раунд будет Но если они проиграют Им придется сыграть ЭК Отдать еще один соперника Там 14-8 И все будет печально Если нет, не возьмут одним словом Так, тут Шнейдер двигается в апартамент И получает еще один смок Но уже себе за спину Если будет Далее сидеть здесь Он может здесь сделать пару киллов Причем его, скорее всего, не будут ожидать именно здесь Консоль Консоль Откуда? А, это с Афореста по всем местам А, из машины вообще рефреш видел Ну да, он по машине здесь ходил Набрал, пришел и забрал Понятненько Но в любом случае Энтри уже затрикт Хотя вот Твист ответил Твист на точке А Вместе с Денисом воюет Ну, люки Надо его прочитать Нужно сюда смок положить Или... Ну вот, на самом деле Флешки-то тратят зря Потому что остается только лишь одна Им еще и КД нужно будет давить Либо закрывать его Но это закрытие смоком не всегда работает Дискодоплан с смоком и молотом Лишь один игрок у команды Гоцент И, конечно, ему придется превыходить Из ямы этот смок откидывать Так, флешка А тут уже АВП Работает шарта Отличный килл от Рюкса Поступает Три в три ситуация При этом смок был потрачен на то, чтобы не дать ему далее играть А тот просто зашивает здесь по дискодоплану Вот так вот А там АП еще Может и Твиста забрать Возможно, бомба лежит под контролем 30 секунд до конца раунда Смок положили не на коннектор А просто на сайт И сели в него бомбу ставить Это как за шторку спрятаться В прятке играя Ну Не знаю Шведы не очень хотят, видимо, Мираж играть Вообще Вообще, они играют не очень Хотя последнее время Ясно Ладно Все-таки Трикида забирает еще раунд И... Ну да, вот о чем мы говорили Собственно, выход на 14 для датчан Вот сейчас На КТ спалился игрок Можно было смок прокинуть туда Понятно было Закрыть коннектор, чтобы снайпер тебя не отстреливал Как твоего друга Понятно Но Кинуть смок на такую дефолтнейшую позицию На нее же сесть И плентить бомбу Это было довольно наивно с их стороны Он даже, скорее всего, по руке ящика Так и подошел Где обычно ставят плент Конечно Да Можно было еще смс-ку скинуть сопернику Что я вот здесь, вот здесь ставлю бомбу Ха-ха-ха-ха Гоценты призраки Подвали Ну их, скорее всего, сейчас сделают призраками Для трикта и они возьмут эту встречу со счетом 2-0 Хотя коэффициенты изначально нам обещали абсолютно обратный счет Даже при счете 8-14 Коэффициент на готсент 3 и 8-85 Ну они отстают всего на 6 раундов То есть вернуться могут моментально Особенно если учитывать, что играют за атаку Где довольно просто контролировать экономику соперника Деннис без флешки открывается на яму Здесь его, конечно же, ждут И без размена, что самое интересное То есть не было никакого тиммейта Аркаду он должен был ожидать Но при этом сам пошел туда внутрь А параллельно Рюкса Отрабатывает зигзаг Забирает Фредди Би Минус по Шнейдеру Твиста с дискодопланом уже остаются двоем Против пятерых один минус Конечно, смогли себя обеспечить И дискодоплан еще погибает здесь Твист Тоже Неплохо Неплохо, да, Чани в защите встречают своих соперников из Швеции Которые за эту половину взяли сколько? Два раунда Два раунда в атаке на своем пике Ну, тут есть определенные вопросы Наверное, в первую очередь К их распоряжению не денежками А во-вторых, к их распоряжению гранатами Потому что они прокидывают гранаты на раннем тайминге Стоят, смотрят, как те прогорают Или смог развеивается А потом выходят и начинают стреляться Ой, было близко Кстати говоря, Рюкса сейчас Стрелял противник, что через верхний мидл выходил Но это сплит через коннектор А здесь инстан просто сейчас закроется Увидеть соперника Да, минус Здесь должен обеспечивать Был, казалось бы Да, все-таки фраг есть В итоге 4 в 2 Плэнт Да ладно, коннектор задавил здесь Все-таки Шнейдер Шнейдер 9 хп Нужно отходить Потому что здесь его задавят Естественно, Фрейди Би здесь не жилец Потому что по нему должен залетать дэмдж моментально Чуть ли не префайром Ну а далее уже вот Шнейдер красный Должен будет доигрывать С другой стороны и Шнейдера тоже первым могут забрать Здесь звено из коннектора Уже выдвигается Начинаются прострелы Хорошая флешка от тиммейта Спасибо, но я слеп Говорит Фрейди Би Дальше ему отыграть будет очень сложно Один фраг бы хотя бы найти Шнейдер погибает И должны здесь забирать Фрейди Би Фрейди Би сражается в упоре, но погиб Времени достаточно, чтобы раздефьюзить бомбу 2-0 за датчанами Легчайшее Легчайшее для датчан, что самое интересное Потому что Коблстон, окей Претензий нет Гоценты на Кобле Может быть, не могут себя раскрыть Ну, уж такая карта специфичная для них Потому что они ее играют редко Но Мираж вот так вот Проиграет рекордами Знаешь, я вот думаю Иногда, что для таких игроков Возможно, турнир не особо так важен Потому что в случае Для людей Согласитесь, которые приходят Из закрытых и открытых квалификаций Они невероятно серьезно подходят К каждому матчу Они все разбирают Соперника пытаются просчитать Любым образом Разбирают раунды, демки Все что угодно И при этом Ну, соответственно Стараются играть на свой Вообще ультрамаксимум Да, здесь, возможно Где-то недооценка соперника сработала Где-то недоподготовка То есть видно было Что три готовились К вот этому стилю Дефолтнейшим На самом деле Абсолютно от гоцен То есть они ничего не меняют Уже Ну, крайне Ну, то есть Вот с того момента Как образовался вот этот стак Они ничего и не меняют В своем стиле атаки Ну, соответственно Просто датчане сказали Ну, хорошо Окей Ладно Мы готовы Да, на этот матч Кстати говоря Кто-то бы поймал локэффициент На сайте MakeMyBet Кстати говоря Где вы можете ставить И по промокоду UCC Вы получите 7 евро на свой счет Также 100% бонус На первые три депозита И там 18 киберспортивной дисциплины Также огромное количество Натриигровых событий В вашем распоряжении При этом еще можно Экспрессы самому Составлять в любом Вообще порядки Довольно удобное меню Так что, дорогие друзья Не упускайте свой шанс Ну, а если вы Собираетесь делать ставки скинами Этим заниматься можно На сайте ksysport.com Там же этими скинами Можно еще и обмениваться Так что, дорогие друзья Берем весь свой хлам Из инвентаря Меняем там это все На замечательные варианты Того, что вы можете приобрести Ну, и, конечно же Используем этот сервис Ну, а мы будем уходить на перерыв Будем ждать следующего Быстро в три матча Там у нас играют Не менее интересные команды Да, действительно ВТР играют Вот